Ребят, привет! Закупила вот себе новое оборудование, буду учиться, как оно работает. На самом деле, хочу сделать сегодня для вас видео и рассказать о среднем классе в Америке. В одном из своих видео я сказала, что мы относимся с мужем к среднему классу, потом получила такой вопрос, просьбу вообще рассказать, что такое средний класс в Америке, сколько они зарабатывают и что они могут себе позволить. Единственное, что когда я делала свое видео, я на самом деле очень не хочу, чтобы смотрящие меня зрители, мои подписчики думали, что действительно в Америке так все классно и средний класс может себе позволить так много. На самом деле, чтобы позволить себе многое, нужно очень много работать, нужно очень к многому стремиться и порой себе нужно в очень многом отказывать, чтобы иметь возможность жить, получать какие-то такие преимущества, более лучший образ жизни в каких-то отдельных сферах. Потому что даже вот в нашей семье, если мы захотим себе позволить все сразу, тогда мы будем как бы, знаете как, воровать немножечко с каждой из наших сфер. Поэтому мы для себя тоже с мужем определили, мы с ним просто смотрим как бы на жизнь во многом вот одинаково, в чем там, конечно, мы различаемся, но во многих вещах мы действительно смотрим одинаково на жизнь и мы знаем, какие у нас вот приоритеты. То есть, к примеру, да, вот для нас, например, дом и район, в котором мы живем, гораздо ценнее, чем, скажем, машины, на которых мы ездим. Либо, например, машины, на которых мы ездим, для нас куда более весомее, чем, скажем, рестораны, куда мы ходим, покушать, да, или как часто мы можем себе позволить туда ходить. Так же само, например, отпуск, да, скажем так. Хотим ли мы в отпуск? Конечно, мы хотим. Но поехать вот всей нашей большой дружной семьей в отпуск, ну, на данный момент у нас вообще там в силу ряда причин не получается. Мы часто сейчас переезжаем, тоже это идет как бы затратно с одной стороны. Но опять-таки деньги, которые вот мы можем потратить на отпуск, они опять-таки идут вот непосредственно в наш дом и там в те же машины, на которых мы ездим, на какие-то другие наши расходы, которые для нас являются наиболее весомыми. Конечно, я за отпуск, конечно, мне тоже хочется. Мы делаем какие-то такие маленькие вылазки, небольшие с семьей. Но, конечно, на самом деле это тоже у нас не так часто получается. Опять-таки в силу работы моего мужа. А сама с детьми, если честно, ну, действительно, я еще боюсь с ними куда-то ездить сама. Я боюсь ответственности за двоих малышей, когда они разбегаются в разные стороны. И поэтому, конечно, я предпочитаю ездить вместе с мужем. Так, давайте теперь я, наверное, вам расскажу в цифрах. Почему в цифрах? Потому что для меня на самом деле язык цифр, он более доступен, он более понятен. Когда ты видишь перед собой конкретную цифру, и тогда ты понимаешь вообще, что из чего, да, что ты можешь действительно позволить. Реально ли вообще выйти, скажем, на такой доход в семье. Мне кажется, что просто в цифрах это гораздо легче объяснить. Итак, на самом деле средний класс в Америке. Существует пять видов среднего класса в Америке, и из них только три основных. Это третий, четвертый и пятый. Первых два класса, я даже вообще не знаю, почему они их даже внесли в этот список. Но, тем не менее, он существует. Идет, это все рассчитывается с учета двое взрослых и один ребенок в семье. И вот, значит, семья должна иметь суммарный годовой доход в месяц в 24 тысячи долларов. И тогда ты подходишь вот как первую категорию этого среднего класса в Америке. Но на самом деле, скажу честно, на эти 24 тысячи, даже являясь средним классом, ты себе не можешь позволить, наверное, практически ничего. Даже я вот работая просто в Волмарте, мне там платили на тот момент 11 долларов. Сейчас эта позиция, они уже платят 14 долларов. То есть я работала 36 часов, хотя в Америке считается 40 часов ты должен работать, чтобы быть фулл-тайм. Но в Волмарте тогда у них нижняя грань, вот чтобы ты считался как бы работником фулл-тайм, идет 35 часов. Я работала 36. Вот у меня опять-таки в цифрах, то есть у меня выходило порядка 1620-1650, в зависимости от времени, когда бывало, что я задерживалась, что мне платили чуть больше. То есть в среднем у меня выходило где-то 19 тысяч в год, я зарабатывала чуть больше. Я просто не помню сейчас конкретной цифры, так как по-разному я получала. Но это еще до вычета всех налогов, которые мне нужно было платить. Это вот чистая сумма, которая у меня в год получалась. Вот она у меня вышла порядка 19 с чем-то, 19200 или 19500, уже не помню точно. То есть это только я одна работала. То есть если работает двое человек в семье, даже я привожу пример с Волмартом, так как я там работала. Но они на самом деле оплатили ставка там невысока, 11 долларов. Это может быть любая другая сфера, абсолютно другой род деятельности, где тоже будут платить вот такой вот минимум, скажем. И вот даже если пара работает на вот эту вот минимальный этот доход, то есть она уже с легкостью переходит во вторую категорию. Так как вторая категория идет годовой доход семьи от 24 до 40 тысяч гривен. То есть если даже вот работая на вот какой-либо позиции, где платят вот минимальные 11 долларов, работать там полное время, тогда это в год уже выходит порядка 22 тысяч на одного. Соответственно семья это уже заработает порядка 44 тысяч. Вот вам она входит в эту вторую категорию этого среднего класса в Америке. Но тогда это доход на двоих порядка 3-400 в месяц. Ну пусть 3-500 будет. Очень много, конечно, еще потом нужно будет оплачивать и налогов, и страховки. Вот куда уходит основная масса денег. Но все равно, конечно, будет хватать на снятие там жилья какого-то не особо, может быть, хорошего. Но опять-таки вот я знаю тоже, ребята снимали в хорошем очень комплексе однокомнатную квартиру. Они платили 700 долларов и за двухкомнатную, потом переехали в двухкомнатную, и за двухкомнатную они платили, по-моему, 950. Тоже очень был хороший комплекс. Был бассейн, был спортзал в этом комплексе. Просто на что я хочу обратить самое главное внимание, когда тот же средний класс, он может себе позволить абсолютно разное в зависимости от штата, в котором он находится. То есть даже мы вот с моим мужем, если бы мы проживали бы в штате, скажем, Калифорния, или может быть даже Вашингтон, мы бы, наверное, не могли бы себе позволить бы ничего. Потому что в Калифорнии за такие деньги, как мы себе купили здесь дом, там, наверное, вообще такие будут страшные холупки продаваться. То есть ты там платишь больше просто за землю. И даже учитывая, что действительно там оплата труда идет выше, но с тем моментом, сколько Вы должны платить за все остальное, за все расходы сопутствующие, по мне действительно классно, наверное, жить в Калифорнии. Мы многие много знаем, да, всегда слышали о Калифорнии. Скорее всего, никто из Вас не слышал о Мичигане или Миссури, возможно, даже о Боризоне никто не слышал. То есть есть очень много штатов, где уровень жизни будет гораздо лучше, гораздо выше. Конечно, Вы будете зарабатывать немножко меньше, но Вы сможете позволить себе гораздо лучший уровень жизни, чем проживая вот в каких-то дорогих штатах и получая там на пару долларов в час дороже. Это то есть для тех информация, кто, возможно, хочет, уже думает переехать в Америку и не знает, да, вот как определяется только штатам. Действительно, мой такой Вам совет, вот такие вот все штаты, Вы будете там платить очень много и Вы не сможете себе обеспечить действительно вот такой уровень среднего класса, вот о котором сейчас я рассказываю, да, что он может себе позволить. То есть третий класс. Третий класс уже относятся те семья, годовой доход, которых составляет от 40 до 95 тысяч долларов. То есть когда я переехала сюда к моему мужу, он как раз относился вот к этому третьему классу. При этом он оплачивал хорошие алименты своей жене прошлой, да, своей бывшей жене на двоих деток. У них двое детей в том браке родилось. И то есть по сей день он оплачивает, ему еще оплачивает следующие 7 лет. Так что он оплачивая все эти алименты после высчета всех налогов, страховок, да, которые он оплачивает тоже, да, должен каждый. Конечно, у него не оставалось так много денег, как бы вот казалось может оставаться. И когда мы оформляли, конечно, все документы, когда мы это еще все обсуждали, он мне сразу сказал, что он не богатый, что мы не можем позволить там вот таких-то вещей. Мы не можем позволить себе отпуски куда-то там часто и дорогие какие-то отели. То есть он мне рассказал, что мы можем позволить и что мы не можем себе позволить, чтобы я вообще представляла, да, куда я еду и какие вообще у меня ожидания, да, вот от жизни в браке с ним. Но тем не менее он сказал, что все, что нам необходимо для нашей семьи, он полностью берет этот момент на себя. То есть он готов предоставить мне хороший дом, он предоставит мне хорошую машину, он предоставит мне возможность воспитывать детей, то есть находясь дома, да. Он говорил, что он мне никогда не будет запрещать выходить на работу, если я хочу, то есть в тот момент, когда я захочу, так же, как если получать образование. Но в тот момент, пока семья у нас еще будет молодая, пока у нас будут маленькие детки, он будет это все обеспечивать, чтобы у меня была возможность находиться дома с детьми. То есть, но опять-таки, да, чтобы я была вообще готова к тому, что у нас будут в чем-то ограничения, просто потому, что основной доход, который он зарабатывает, он будет вкладывать в дом, будет вкладывать вот в машины, да. Так как мы каждый становимся перед выбором в определенный момент, и мы должны для себя поставить вот какие-то грани, да, поставить, как бы разделить жизнь на такие вот сектора. И вот понять для себя, какой сектор для нас вот более весом, да. И если мы хотим, например, жить в хорошем районе, в хорошем доме, с хорошими школами, то есть мы должны тогда от какого-то другого сектора, например, от сектора развлечений, да, там тех же самых походов там в рестораны или в кафе. То есть мы тогда должны оттуда немножко урезать и перекинуть на этот сектор. Или там, скажем, вот сектор там с машинами, да, взять. То есть можно, например, позволить, очень многие здесь, кстати, они могут позволить себе очень дорогие машины. И, если честно, взять вот суммарную стоимость этих машин, она будет равняться еще одному такому же дому. То есть у нас такого нет в нашей семье. У нас машины, наверное, если кто-то бы так посмотрел, то, ну, такие дешевенькие, наверное, кто-то бы может сказать. Хотя мы очень ими довольны, они у нас новые, проблем у нас с ними нет, они у нас не ломаются. Моей машине, сколько моей машине? Года два, наверное, или третий уже пошел. Сколько я езжу, уже не помню. Ну, в общем, она у меня тоже новая, с ней еще не было никаких проблем. Муж мой, он меняет машину немного чаще, просто потому, что он действительно ездит очень много. И для него проще взять вот новую машину, там, через определенный километраж. Так как ремонты машин здесь обходятся очень дорого. И он говорит, что дешевле взять новую, чем оплачивать потом какой-либо ремонт. Так, это, значит, была у нас вот третья группа, да. То есть, третья группа уже, опять-таки, может себе позволить купить дом, может себе позволить тоже вот купить, ну, держать, вот скажем так, две машины. Единственное, они, конечно, будут продолжать вот жить от зарплаты до зарплаты. И у них не будет возможности откладывать вот какие-то деньги, делать какие-либо накопления. То есть, четвертая группа, четвертая группа 95 до 165 тысяч, ее еще называют просто средний класс. Вот на данный момент мы уже относимся вот к этой группе. Конечно, мы смогли уже теперь себе позволить немножко больше. Но, опять-таки, немножко больше. У нас по-прежнему, да, в сектор дом мы откладываем максимальное количество. Так, как для нас действительно очень важен район, в котором мы живем, да, где воспитываются наши дети. Мы многое отрезаем вот с района сектора, вернее, за машину перекидываем в сектор дом. Мы отрезаем с сектора развлечения, перекидываем в сектор дом. Может быть, даже с сектора отпуска мы тоже, да, перекидываем в сектор дом. Так как действительно у нас идут очень много расходов именно для того, чтобы мы могли позволить себе содержать дом, в котором мы живем. У нас основная часть наших расходов идет именно сюда, но для нас с мужем действительно это очень важно. Плюс дети мужа, они живут в другом штате и когда, конечно, он за ними летает, чтобы привезти их к нам сюда. Да, собственно, вот эта вот часть, которая у нас бы могла бы пойти на отпуск, она у нас переходит туда вплавно на билеты для детей, на билеты на мужа, когда он ездит, чтобы забрать детей, чтобы потом провести здесь тоже всем время. То есть, как бы, учитывая тот уровень, который вы хотите добиться, вы должны понимать, чем вы готовы пожертвовать. То есть, вот мы с мужем тоже обсуждали, что для нас более важно, в чем мы готовы себе урезать, в чем мы, наоборот, не хотим. То есть, как бы расставляли такие главные приоритеты, что для нас, для конкретно нашей семьи важно. Возможно, для вас важно что-то другое. Возможно, вы действительно хотите какую-то машину более презентабельную, какого-то класса люкс. И, конечно, просто для вас именно это важно. Или для вас, например, важно как можно больше времени путешествовать, проводить по каким-то местам, которые вы не видели, вы всегда стремились это увидеть. И это, конечно, абсолютно тоже нормально, так как у всех есть свои ценности, есть право выбора. То есть, строить свою жизнь, свой отпуск, время провождения так, как вы считаете правильно для вашей семьи. То есть, для нашей семьи правильно вот так вот. Мы к этому пришли оба. И то есть, это такое правило, которым мы руководствуемся. То есть, опять-таки, учитывая вот именно этот класс от 95 до 165 тысяч. То есть, на самом деле, просто средний класс, конечно, уже могут себе, мы можем тоже себе позволить лучше немножко дом, возможно, лучше машины. У нас есть уже возможность откладывать какие-то, конечно, деньги. Ну, вот, например, как вы уже рассмотрели, да, что мы получили с ребенком паспорт. Теперь нам надо, у нас есть теперь возможность поехать в Украину. Но, опять-таки, вот для нашей семьи, вот перелет, проживание в Украине, если мы поедем, то это уже будет где-то на месяц, на полтора. Да, ну, вот, как бы нам надо ориентироваться примерно где-то тысяч в девять, в десять. То, на самом деле, конечно, здесь за такие деньги можно несколько раз поехать отдохнуть, да, посмотреть Америку. Но, на самом деле, да, опять-таки, выбирая между посмотреть Америку или поехать в нашем варианте увидеть наших родных, то, конечно, мы сделаем в пользу поехать увидеть наших родных, так как нас очень давно не было там. Мои родители еще даже не видели Катю и Никиту, ну, так, скажем так, не держали, не игрались за Ромочкой. Когда мы уезжали, Рома был еще таким очень маленьким. Сейчас он уже почти уже со мной ростом, наверное, уже такого роста, как его бабушки, моя бабушка и его вторая бабушка. То есть, опять-таки, да, каждая семья делает выбор. То есть, вот мы сделали, опять-таки, выбор в пользу того, что вот мы можем поехать туда уже в следующем году в Украину. Хотя, конечно, изначально мы думали, да, что, то есть, мы, я отправляла документы. Муж, он сразу говорил, что, Марин, очень мало шансов. Говорит, твои шансы практически равны нулю, да. Но я сказала, что ноль это уже, то есть, вернее, как практически ноль, это уже не ноль, это уже там ноль и один. А это все равно шанс, надо пробовать. И он мне тогда, конечно, сказал, что, то есть, получите паспорт, здорово, тогда поедете, то есть, в Украину. Он не против. Говорит, ну, если вдруг нет, тогда мы сможем тогда здесь, поедем там в Америку. Предложил мне там пару вариантов, куда мы можем поехать посмотреть в Америку. Ну, в общем, теперь у нас эти пару вариантов накрылись. Так как для меня, конечно, именно поехать в Украину, для меня куда более ценно. И будет более так наполненность. Я себя буду чувствовать более счастливо, если я все-таки поеду, увижу всех своих родных. Так, пятый теперь, да. Пятый у нас идет, который зарабатывает суммарный годовой доход свыше 165 тысяч. Ну, конечно, это они уже называются верхний средний класс. И, конечно, я хочу сказать, что когда семья, они здесь получили образование, они уже работают долго, да. Они уже рассчитались там, возможно, уже даже со своими кредитами. Конечно, уже такая семья может себе позволить очень много. И дома у них, скорее всего, уже будут именно те, которые стоят по миллиону. То есть, так как на самом деле, вот, если идет с расхода, с расчета 165 тысяч в год, это получается, сколько должны они зарабатывать? Порядка 80 тысяч в год, да, должна быть зарплата у каждого. Там 80, возможно, с небольшим. На самом деле, когда у тебя уже есть несколько лет образования, у тебя есть уже опыт работы, то, конечно, уже на такую сумму выйти тяжелее, но все равно это вполне-вполне реально. И если бы, конечно, я бы работала, или если бы у меня, вот, у мужа был бы еще тот бы первый брак, конечно, они бы уже были бы на этой позиции верхнего-среднего класса, даже бы, наверное, на порядок выше. У моего мужа, первая жена, она работает, она фармацевт, и фармацевты здесь зарабатывают очень хорошо. У нее, наверное, сейчас только зарплата порядка 130 тысяч, только у нее одной. И, то есть, конечно, элементы, которые платит мой муж, он платит только, ну, с расчета того, да, что это его дети. Конечно, она может замечательно позволить себе воспитать детей сама, но, опять-таки, то есть, мужчина берет на себя ответственность, он не забывает о том, что у него вообще есть дети, да, от первого брака, как это очень часто встречается у нас в Украине, когда мужья совсем забывают, бывшие мужья вообще о том, что у них есть дети, что дети вообще хотят что-то кушать, их нужно одевать, их нужно обувать, им нужно дать образование, собрать их в школу, купить им ту же самую игрушку, шоколадку или конфетку. Почему-то папой очень часто, не хочу обобщать, но очень часто они просто об этом забывают, они считают, что они эти деньги будут отдавать матери ребенка, а мать ребенка их будет тратить, я не знаю, на сережки. Вот, так что, на самом деле, конечно, для тех людей, которые здесь, в Америке, действительно к чему-то стремятся, выйти на такие вот показатели, чтобы считаться уже средним классом, позволить иметь себе дома, пусть изначально дом будет немножко дешевле, но он уже будет ваш, вы уже будете кладывать в него свои деньги, и с возрастом вы будете расти в своей профессии, в первую очередь, вы будете расти в, господи, в оплате, да, в том, каким сотрудником вы являетесь, сколько вам будут выплачивать предприятия, и, конечно, с возрастом, со временем, вы будете расти в компании, повышаться по должности и получать уже совершенно другие деньги. Кстати, тоже как-то слышала, что в Америке не обязательно иметь образование, что можно заработать здесь, в Америке, по-другому. Я с этим отчасти согласна, отчасти нет. Кстати, мы даже вот с моим мужем, воспитывая детей, как его воспитывали, то есть моего мужа воспитывали в том ключе, что образование очень важно, образование обязательно должно быть, так как оно открывает перед тобой гораздо большие возможности, гораздо большие двери, да, но, тем не менее, ты должен иметь какую-то специальность, которая сможет тебя кормить вот руками, да, то есть образование – это та специальность, которая сможет кормить тебя головой, да, то есть, возможно, ты все равно, да, конечно, будешь продолжать делать что-то руками, но ты уже будешь зарабатывать гораздо больше. В данном контексте я имею в виду, что там даже, например, строительная, да, специальность, просто к тому, что вот даже вот мой муж, он тоже, он очень, он очень переживает вот за свою семью, вообще за ситуацию в целом вот в Америке, очень многие предприятия тоже закрываются, наверное, вы тоже смотрите новости, слышали это, люди просто не хотят работать, они любят получать вот эти пособия, сейчас пособия даже оказываются больше, чем можно заработать на каких-то таких низкооплачиваемых работах, там, где не нужно, собственно, знаний никаких, и большинство предпочитают просто сидеть дома и получать вот эти все бенефиты от государства. И мой муж, конечно, он тоже этим очень обеспокоен, потому что он крайне против того, чтобы вот люди, которые могут работать, просто сидели и просто получали эти деньги. То есть, если ты можешь работать, вставай и иди работай, а не сиди на диване и получай вот эти вот бенефиты все. И он, конечно, переживает, что если вдруг все закроются предприятия, так как нет обычных рабочих, которые будут делать какую-то изначальную работу, соответственно, то есть такие предприятия перестанут даже существовать. И он действительно с тем столкнулся, что очень многие люди, они просто перестают работать вот даже непосредственно в его фирме. и, конечно, они тоже ждут того момента, когда вот этот Байден, да, он отменит все эти законы, все эти плюшки, и люди действительно поймут, что им нужно возвращаться на работу. Но, тем не менее, он тоже говорит, что если, не дай бог, такая ситуация произойдет, он всегда сможет пойти, найти работу и зарабатывать вот руками для того, чтобы было достаточно оплачивать какие-то бытовые, да, наши потребности, там, оплату дома, мы никогда не берем вот эту вот верхнюю грань, которую банки предлагают, мы берем, стараемся всегда быть посередине, так как он тоже говорит, что мы никогда не знаем, какие сюрпризы вот предоставит нам жизнь, и мы должны быть, мы должны рассчитывать сами на себя, вот так, чтобы мы могли позволить себе и не ставить семью в какое-то затруднительное условие. Ладненько, проснулся мой малыш, да? Я надеюсь, я вам рассказала за средний класс, буду теперь проводить время с ребенком, мы будем сегодня учить буквы, а то Катя у меня знает все буквы, а Никита еще никак не хочет. Ну, ладненько, ребят, давайте я отключусь, увидимся в моих следующих видео, если у вас будут какие-то вопросы еще по среднему классу, я вам обязательно запишу новое видео и расскажу чуть больше, да? Скажи пока! Давай, мама выключи, дай! Оп!